МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генерал Скобелев был человеком с очень выраженными национально-патриотическими взглядами и, судя по всему, с политическими амбициями. Историк Евгений Тарли пишет, что его волновало не столько славу Суворова, сколько слава Наполеону. И, надо сказать, он уверенно шел к этой славе, став в свои 30 с лишним лет настоящим народным кумиром. Его внезапная и загадочная смерть вызвала толки об убийстве по политическим мотивам и даже о пресеченном заговоре против династии. С ним продолжали бороться и после его смерти. Большевики в 20-е годы выкорчевывали память о белом генерале. Что ж, тем важнее сегодня позаботиться о ее восстановлении. 29 сентября 1843 года, 175 лет назад, Михаил Скобелев родился в Петербурге, в Петропавловской крепости. Его дед, тоже генерал Скобелев, был там комендантом. До генеральского чина дослужится и отец новорожденного Дмитрий Иванович. Но такой военной славой, какую суждено было снискать Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, этот род еще не знал. В русско-турецкой войне отец и сын будут участвовать вместе, но сын своими успехами намного превзойдет отца. Февраль 1882 года. Прославленный военачальник, герой шибки и племны, освободитель Болгарии генерал Михаил Скобелев находился в Париж. Там он выступил перед сербскими студентами, которые обучались в Сорбоне. Пламенная речь сводилась к тому, что славяне с оружием в руках должны освобождаться от общего врага Германии. В те годы Российская империя находилась в союзе с Германией, и слова Скобелева вызвали большое недовольство императора и правящих кругов. Скобелеву предписывалось немедленно вернуться в Россию, причем в объезд Германии. 7 июля 1882 года. Спустя всего 4 месяца после своей скандальной речи в Париже, Михаил Скобелев внезапно умер в Москве во время любовного свидания. Смерть вызвала массу подозрений и толков. Один из журналистов писал, «Скобелев пал жертвою своих убеждений, и русские люди в этом не сомневаются». Ходили слухи, что женщина, в объятиях которой умер белый генерал, была подкуплена немцами и подмешала ему яд. Однако все эти слухи не подтверждались врачами. По словам современных исследователей, Скобелев умер, потому что его здоровье было давно подорвано войнами. Смерть генерала Скобелева потрясла современников. Крестьяне из его имения под Рязанью встретили поезд с гробом и 20 верст несли тело Скобелева до усадьбы в селе Спасское. Здравствуйте. В эфире программа «Власть факта». Я Михаил Ремезов. Русско-турецкая война конца 70-х годов XIX века стала временем всплеска подъема национального самосознания в России. И такой подъем всегда востребует образ героя. Вот таким героем стал генерал Михаил Скобелев. О его личности и о тех общественных процессах, которые преломились в его жизни, мы сегодня поговорим. Я представляю вам наших гостей. Это Аганас Викторович Маринин и Олег Рудольфович Айропетов. Вы наши гости-историки, преподают в МГУ и занимаются тем периодом, о котором мы сегодня будем говорить. Давайте начнем с простого. Когда Скобелев стал знаменитостью? Скобелев стал знаменитостью значительно позже, чем когда он сам этого хотел. Вообще человек достаточно амбициозный, который получил очень неплохое образование, готовившийся во многом не к военной карьере, имея деда и отца военных, заслуженных, известных, вначале даже и не рассматривал, так же как и его отец, идею стать военным. Ставший все-таки военным, он полностью перенаправил свою силу воли, свои стремления на это направление и довольно активно, довольно долго искал свое место в армии. Если мы посмотрим его сложной список, уважаемый коллега не даст соврать, он довольно много мест сменил в качестве своей военной службы. И так вышло, что в значительной степени, уже находясь в более-менее нормальных офицерских чинах, он был отправлен на юго-восточные границы в Российской империи и начал свою военную деятельность там. Абсолютно бесшабашно храбрый, прекрасно образованный человек, кто много времени уделял самообразованию, все его жилища были наполнены книгами, он делал необходимые заметки. Но говорить о более широкой известности, вероятно, в то время, как мне представляется, не стоит. Наоборот, отчасти в центральных военных органах о нем ходили достаточно непозитивные слухи, его не любили, иногда считали выскочкой. Довольно открыто говорили, что он получил свои первые награды, очень серьезные награды с военной точки зрения, за войну с халатниками, как называли среднеазиатские племена, что это несерьезный противник. Вот отсюда, вот здесь надо искать, видимо, очаги этого недовольства. И поэтому, если говорить о значительной славе, общеармейской, общероссийской, то это все-таки мне представляется болгарская война, русско-турецкая война 1977-1978 годов. Ну, а дальше это была уже не просто известность, это была слава. Ну, известен первый случай, когда, наверное, о нем заговорили, это, безусловно, так сказать, поступок, событие, это рекогностировка степи, который он проделал один, так сказать, в сопровождении нескольких туркменов, конный пробег, несколько сотверст, по голой степи с разветкой колодцев. Это было очень опасное предприятие. Но это предприятие, которым он справился, он был переодет в туркмена, со своей бородой, так сказать, он лихо сидел на коне и так далее, но, конечно, он мог быть в любой момент разоблачен. Это, действительно, было опасное предприятие, и оно дало ему репутацию одного из храбрых людей. А вот в 1875 году, во время восстания в Коканди, когда он находился с посольством, которое должно было следовать в Кашгар, он проявил себя как бы мужественно, ну, вот как бы мужественно он вел всегда, он всегда умел себя вести мужественно, твердые нервы, спокойный человек, так сказать. И вот он не растерялся в этой ситуации, сумел уйти, так сказать, с этим посольством, там риск был не то, что ежедневный, ежеминутный. После этого был назначен губернатором, и здесь проявил, опять-таки, вот то, что может быть не так заметно, это не только военные, но и недюжинные административные способности. Надо сказать, что как администратор, так сказать, Кобелев, ну, он действительно был, если смотреть, он был поразительным, потому что человек, это, если и позже говорить, компания 1977 года, человек, ну, знаете, часто вот смотришь, на биографию Скобелева, когда его, кстати, когда он умер, Академия, Николаевская академия генерального штаба подправила венок от русского генерального штаба Суворову подобному. И надо отметить, что тогда мы говорим, понимаем, так сказать, вот приказы, читаем Скобелева, читаем о том, какой был отклик у солдат. Это не просто, так сказать, фраза, его подчиненные реально чувствовали внимание и заботу о себе своего командира, что очень и очень дорого стоит. И чего ж греха таить, далеко не всегда так в нашей армии дореволюционной, так сказать, да и послереволюционной, боюсь, что и нынешней, так сказать, так было. Картина Василия Верещагина с Кобелев-подшипкой стала одной из ключевых в балканской серии знаменитого баталиста. На ней белый генерал показан на втором плане, а на переднем тела турецких и русских солдат. В 1868 году Василий Верещагин оказался в Средней Азии как художник при штабе генерала Кауфмана, покорителя Туркестана. Он так формулировал свое художественное кредо. Дать обществу картины настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, иначе картины будут не то. Здесь же Верещагин познакомился с молодым капитаном Михаилом Скобелевым, который поначалу не вызвал у него симпатии. Художник без колебаний поверил слухам, что свой первый подвиг, разбитых во время рекогносцировки бухарских разбойников, этот, по его словам, офицерик, выдумал ради крестов и газетной славы. Спустя 10 лет Верещагин отправится на новую войну, на этот раз русско-турецкую, где встретит старого знакомца. После победоносного начала Балканской кампании дела у русской армии пошли неважно. Камнем преткновения стала крепость Плевна, где в итоге только бравые действия Скобелева предотвратили полный разгром. Во время третьего штурма отряд Скобелева захватил редут, позднее названный Скобелевским. Только нерасторопность и зависть штабных генералов помешали превратить этот успех в полноценную победу. Тогда в неравном бою погиб почти весь Скобелевский отряд, поднятый турками на штыки. Среди убитых был ординарец генерала младший брат Верещагина. После падения Плевны Скобелев получил европейскую славу. Одна только новость о приближении Ак-Паши белого генерала наводила на турок ужас. Именно отряду Скобелева командование поручило в тяжелейших зимних условиях перейти Балканы. Цель окружения и разгром группировки Весель-Паши под Шипкой. Василий Верещагин, принимавший участие в героическом переходе, видел, как военный талант Скобелева и его вера в русского солдата помогли нашей армии одержать великолепную победу. Художник стал свидетелем финала битвы, ставшего сюжетной основой картины Шибко Шейнова или Скобелев под Шибкой. В картине Верещагина все изображено честно. И триумф русского оружия, и ужас потерь. Позднее художник признавался, что ужасный призрак Балканской войны стоял перед ним всю жизнь. И не будем забывать, что в 1877 году в результате реформ и отеческой заботы царя нашего батюшки о вооруженных силах Россия впервые выступила на войну в Турции, полностью уступая противнику в качестве стрелкового вооружения, артиллерии. Но флота не было по объективным причинам. Тем не менее турки превосходили нас практически по обеспечению во всем. При Александре Втором и Дмитрий Алексеевич Милютин, так сказать, Милютинские реформы, они замечательные, либеральные. Я не иронизирую, они действительно замечательные, хорошие и так далее. Но проверка-то показала большие недостатки этих реформ, что, в общем-то, современники сразу заметили. Это заметил Михаил Дмитриевич Скобелев. Это просто счастье, что достался такой безинициативный противник, как турки русской армии в кампании 1977 года. Там единственной инициативной военной был Осман Паша. И я должен сказать, что Осман Паша и великий князь Николай Николаевич, старший и его штаб, это люди, которые обеспечили продолжение существования Турции в Европе как минимум лет на 40-50. Потому что, если бы этих людей не было, если бы не инициатива Осман Паши и просто бездарное командование Николая Николаевича, может быть, обрушилась бы все это Османской империи гораздо раньше. И вот уже возвращаясь к роли Скобелева в русско-турецкой войне как военачальника. Я бы сказал, что до начала русско-турецкой войны он был вынужден хорошим организатором. Потому что, ну, как военный человек, как военный начальник, ну, как бы развернуться пока было еще негде. Но, кстати сказать, вот из того, что я читал, значительная часть его руководителей военных, указывая на то, что он не самого доброго нрава, мягко говоря, неуживчивый, такой ершистый, человек, говорящий на восьми иностранных языках, блестящий, знающий французский язык, очень легко мог утереть нос любому начальнику. Но все они, как бы они к нему ни относились, указывали на его распорядительность. Вот это, мне кажется, очень важная вещь. И без этого, наверное, бы и не стало Скобеля во времен уже болгарской войны. Что касается непосредственно военных действий, ну, как правильно, абсолютно я согласен, что Россия, она и тянула с начала войны не просто так, а хорошо понимали руководители российского государства, включая императора Александра Второго, что не готова, страна-то не готова. Да, можно что-то поднакопить, какие-то запасы, но они быстро закончатся. И поэтому эта война была одной из самых тяжелых, как мне представляется, в 19 веке по тем, с чего начинали. И для Михаила Ивановича Скобелева и, наверное, для некоторых других военачальников это была прекрасная возможность доказать всем, что ты чего-то стоишь. Ты не просто распорядитель, ты не просто умеешь удачным образом истолковывать обстоятельства военных действий, как это было в Хеве, и ты действительно умеешь воевать, можешь воевать. И здесь, как, наверное, единодушно считает отечественная историография зарубежная, того же мнения раскрылся именно военно-организационный, военно-полководческий талант Михаила Ивановича Скобелева, проявившийся и в наступательных операциях, и в оборонительных, когда он держал эти зеленые горы, три ряда зеленых гор. А он в каком статусе на эту войну пришел? Там разные были статусы, он начинал буквально как ординарец, то есть человек вольно определяющийся фактически, это будучи уже генерал, будучи первым генералом. Его отправили, скажем, под патронаж сначала батюшки. А, ну да, сначала батюшки, сначала отцу. Я снова говорю, считалось, что хоть он и генерал и так далее, что до настоящего боевого поста он еще не заработал по-настоящему, поэтому командование ему не дали. А чтобы как-то более-менее придержать, отправили к отцу. Отец у него был человек, скажем так, сурового нрава, там не побалуешь. Отец командовал дивизией, казачьей, Драгомирова. Но после его дали в командование вот эту вот 16-ю дивизию, так сказать. И этой 16-й дивизии он практически прошел всю войну. Ну и, конечно, совершенно правильно сказал Аганас Викторович, я согласен, настоящий авторитет безусловный в армии и действительно славу в России он получил во время именинного штурма плевны или третий плевны. И вот он там возник как настоящий действительно белый генерал Акпаша, так сказать, он выезжал в белом. Кстати, большие потери в свите, так сказать, его прекрасная мишень. Все, тем не менее, как бы, судьба хранила. И они захватили так называемые гривицкие редуты. Хотя, почему так, наверное, просто гривицкие редуты захватили и удерживали их вот в течение суток. Но идея мудрого русского главнокомандующего сводилась к тому, чтобы полное равномерие распределение всех сил без резервов. Да, и когда нужно было уже фактически вход в плевну был открыт, нужно было только поддержать это все. А поддерживать-то оказалось нечем. Пока совещались, где взять, как. осман-паша опять оказался инициативнее русского командования. Он увидел, так сказать, что атаки на других участках отражены, а русское командование, как говорится, не особая опасность. Он оголил это все, взял все практически, что можно. И три пятых турецкой армии, которая была, они же ударили по одной русской дивизии с трех направлений одновременно под перекрестным обстрелом и так далее. И вот они там дрались-дрались и, в общем, дивизии вынуждены, остатки дивизии были, потери были очень большие. Успех штурма, так сказать, свелся к нулю, но единственный, где был успех русской армии под Плевной, это был успех на участке дивизии Скобелева. И вот тогда его имя прозвучало действительно по всей стране и прозвучало, надо сказать, абсолютно оправданно. Это был действительно большой... Потому что вы говорите, это уже реконструкция последующая историческая или это уже современники? Современники, современники. Ну, как сказать, современники, они, конечно, разные, потому что, допустим, русский главнокомандующий Николай Николаевич, он, конечно, это совершенно не замечал, так же, как его начальник штаба, генерал Непокойчицкий. Ну, если говорить о нашем великом князе, то, собственно говоря, ему было не до успехов Скобелева, потому что после провала штурма он просто ударился в истерику и сказал, ну, а раз так, решайте все сами, а я уеду домой, в Россию, в свое имение, а вы только без меня, как хотите, так и обходитесь. Да, ну, вот такой был оригинальный человек. Кстати, его любили и до, и во время, и после, да, несмотря ни на что. Ну, наверное, потому что эти сцены не были тогда, так сказать, достижены. А вот вся армия, и неизбежно за этим вся Россия, она убедилась, то, что истерика Николая Николаевича проходила в штабе на совещании в присутствии императора, там это видели, ну, человек 20-30, а подвиг 16-й дивизии, он был перед лицом у всех солдат, не только русской, но и румынской армии. И можно сказать, с этого момента популярность Скобелю, я бы даже сказал, приобретает и общеевропейский характер. Его имя звучит... Ну, понимаете, этот период, у нас как бывает часто, как бы начали за здравие, кончили за упокой. Вот этот был период, когда сначала русско-турецкая война идет, большие успехи, форсирование Дуная, наступление в Закавказье, а потом началась череда неудач и в Закавказье, Малой Азии, и на Дунае. И единственный человек, с кем были связаны как бы успехи русской армии, был Скобелев. И вот на фоне вот этого абсолютного, в общем-то, без рыбьи, что ли, так сказать, вот такая яркая личность, яркие успехи и так далее. Вот она тем, как говорится, знаете, если как-то китайская философия говорит, когда ночь темна, да, гора еще величественнее. Ну, вот он так, на этом фоне он еще величественнее выглядел. Памятник Михаилу Скобелеву в Москве был установлен к 30-летию со дня его смерти. Примечательно, что автором проекта стал не скульптор-профессионал, а отставной подполковник Петр Самонов. Это лишнее свидетельство того, что даже после смерти Михаил Скобелев продолжал вдохновлять военных. немаловажно был такой яркий образ этого военачальника, белого генерала, как его называли современники и вот уже и потомки после его смерти. Это был образ такого отца генерала для солдат, за которым не пропадешь, который любил и знал народ и действительно, который там, где он был, там была победа. После Октябрьской революции такие чувства к белому генералу не могли понравиться новой власти и действительно, хотя никакого отношения к белому движению Скобелев не имел и не мог иметь, многие белые офицеры в свое время воевали под его началом. Уже 1 мая 1918 года конная статуя Скобелева была снесена, а Скобелевская площадь переименована в Советскую. В постсоветское время появились инициативы по возвращению памятника Скобелеву. Но раньше, чем в столице России, Скобелев на коне был установлен в болгарском плевене. Плевне, как обычно называли этот город по-русски. Автором стал скульптор Владимир Суровцев. Болгарские наши друзья неоднократно говорили, что тема с созданием памятника Скобелеву именно в плевне вынашивалась еще со времен русско-турецкой войны. Мы стали работать вот этой группой вместе со Скобелевским комитетом, который, как вы знаете, возглавляет наш очень уважаемый человек, дважды герой Советского Союза, космонавт Леонов, Алексей Архипович. То есть усилия были со всех сторон и в конечном итоге мы смогли реализовать эту историю. У Владимира Суровцева было несколько вариантов памятника. В итоге инициаторы создания монумента остановились на конной скульптуре. Мне очень понравилась реакция болгарских товарищей, которые весь день наблюдали за монтажом. И когда мы возвращались в гостиницу, один крепкий такой болгарин подошел к нам, пожал руки и сказал такую фразу, которая, конечно, для любого автора приятна. У нас такое ощущение, что этот памятник здесь стоял всегда. Памятник в племне был установлен осенью 2007 года. Понадобилось еще 7 лет, чтобы в Москве тоже появилась конная статуя белого генерала. Правда, не там, где стоял первый памятник. У нас на сегодня память Скобелева, конечно же, увековечена. Есть в Москве Скобелевская улица, есть станция метро, соответствующая улица Скобелевская, есть памятник, воздвигнутый в 2014 году напротив Академии Генерального штаба в Москве. Есть небольшой памятник в Рязани, есть небольшой памятник в его имении в селе Спасском, но вот, пожалуй, что и все пока на сегодня. Между тем, фигура для российской истории знаковая, военачальник очень известный и успешный, и, конечно, к нему, к его жизни необходимо обращаться, наверное, чаще. В 2018 году исполнилось 140 лет с момента окончания русско-турецкой войны и 175 лет ее герою Михаилу Скобелеву, которого современники называли равным Суворову. Его отношение к нему государей, для начала Александра II, они вообще как-то, ну, вот понятно, что командир дивизии это не величина для императора, но уже, скажем так, человек, который становится любимцем прессы и таким национальным героем, это уже величина. Можно что-то сказать о том, как к нему относился двор император? Ну, двор, знаете, он никогда вообще ярких людей не любит. Это жестко. Особенно, ну, как бы, императорская фамилия, тот же самый уже упоминающийся Николай Николаевич Старший, это был, вот, к примеру, человек, который действительно имел репутацию при дворе. Он не любил и Скобелева, он не любил Обручева, который составил, он не любил Милютина, он не любил Татлебина, он вообще не любил никого. Он любил, так сказать, вот таких серых которые он мог бы выглядеть горой, да, вот, а отношение Александра Второго, ну, я думаю, что вот для Александра Второго, как вам сказать, вот для него взятие Плевны было одним из центральных событий его жизни. Хотя, в общем, той жизни-то осталось-то несколько лет. Для него это была его личная победа, его личное преодоление за взятие Плевны он возложил на себя орден Святого Георгия второго класса, понимаете, в второй степени это очень крупная награда. И я к чему веду, так сказать, комендантом Плевну он назначил Скобелева, и в этом уже внимание, я вижу в этом и внимание, и признание, и симпатии Александра Второго. Александр Второй был вообще человеком, ну, очень непохожим, кстати, то есть не очень, сын его очень не походил на него. Он умел подчиняться необходимости и умел понимать необходимость ярких людей. Это вот особенность Александра Второго, это очень, кстати, сильная особенность человека, который понимает, в общем-то, и правильно оценивает и себя, и других. У Александра Второго было это качество, и вот он к Скобелеву относился очень внимательно. А вот с Александром Третьим, ну, ситуация складывалась несколько иным образом, потому что Александр Санч, он был человеком несколько другим, в отличие от своего отца. Он не то чтобы ярких личностей, яркие личности он не любил. Они у него делились на категории, с которыми он считался, и с которыми он считаться не считал, извините, за тавтологию, необходимым. И Скобелев, безусловно, относился ко второй категории. А почему? А вот не нравился он ему. Александр Третий, первая часть своего правления, ну, больше, более половины, стремился избежать внешней изоляции России, заключив соглашение с Австро-Венгрией и Германией. А вторая часть союзом с Францией. Так вот, Скобелев, человек бурлескный, человек склонный к политическим интригам, безусловно, к неконтрольным, неконтролируемым выступлениям, и человек, который, ну, конечно, он подрос до уровня командира корпуса, но до уровня государственного человека, то, что в Германии называли штатсман, ему было далеко еще. И поэтому Александр Третий, он как бы считал, что его надо придержать. Да, и, кстати, он не ошибался, потому что вот знаменитая парижская речь Скобелева показала, что как политик, а он выступил как политик, он, конечно, из детских штанишек еще не вышел. То есть это речь против германского влияния в Европе и в России, да? Это речь, которая исходила из видения Скобелева ситуации в Европе. Православные, сербы, мусульмане, они к России относились очень по-разному, да, и вовсе не означало, что эти повстанцы, они, так сказать, ради кого, так сказать, стоит рисковать. Снова скажу об Александре Третьем, будучи наследником Цесаревичем, Александр Третий, снова говорю, как наследник Цесаревич, он был одним из активнейших сторонников вступления в войну с 1877-1878 годов. А после этой войны он резко поменял свои взгляды. И вот почему. Война нам стоила примерно два государственных бюджета, да, около одного миллиарда золотых рублей. Война стоила огромное количество человеческих жизней. Только на Балканах, так сказать, это 250 тысяч убитых и раненых. И Александр Третий говорил, хватит нам лить русскую кровь за наши предыдущие. При довольных водах. Да, надо, чтобы славяне что-то сделали для нас. А Скобелев готов был это все делать. Он в начале 1982 года говорил о том, что на Балканах скоро начнется, надо ликвидировать имение, нужны деньги. Туда отправилась его мать с очень, так сказать, непонятными целями. Там она при очень неясных обстоятельствах была убита его ординарцем, черногорцем, кстати. И вы знаете, там Александру Третьему, которому необходима была стабильность и экономия, так сказать, для проведения, ну, для стабилизации положения России, для ее развития. Вовсе не нужна была новая провокация, которая могла бы поставить Россию на грань войны. Тем более, что союз договора перестраховки, так называемый, это не союз был, это, наверное, это антант был, так сказать, то, что называли. Это не союз формальный, это, скорее, согласие. Согласие. Между Россией, Германией и Австро-Венгрией, она гарантировала Россию от опасности столкновения с британо-австрийской комбинацией, коалицией. И это достигается русской дипломатии после кризиса, последовавшего после Сан-Стефана, после Берлина, с большим трудом. Это очень непросто было сделать. Необходимо было и соблюсти свои интересы, и соблюсти европейское равновесие. И тут Скобелев выступает в Париже. Конечно, эта речь очень хорошая, в общем-то, но она в контексте русской политики Александра Третьего, так сказать, внешней политики Александра Третьего, она просто выбивается из всех. Хочу заметить, что это речь... Она просто опережает свое время, потому что Александр Третьего в этом итоге перешел к Союзу с Францией. Николай Викторович, то, что обережает свое время, называется несвоевременным. Понимаете? Не только Александр Третьего перешел во Франции в это время, не надо путать шумиху вокруг речи и ту же самую французскую реальполитику. Да, да. Потому что реакция французского точка была «Ура! Русские, наконец, они против Германии!» Но реакция французского государства, она была очень дистанционирована. Министр иностранных дел Вадингтон сразу же отправил сообщение в Берлин, что мы к этому не имеем никакого отношения, мы сами в шоке. И, кстати, вы же знаете, наверное, что во Франции была республика, а значит, свобода и слова, свобода печатания, то есть, все газеты французские были свободными, и они очень свободно сразу же замолчали на эту тему, потому что более регулируемой прессы, чем свободно, еще нужно поискать. Давайте немножко поговорим о мировоззрении Скобелева и его политических взглядах, общественно-политических взглядах. Что миф, а что реальность. Очень интересный вопрос вы затрагиваете. Я бы еще одно слово сказал насчет предыдущего сюжета об императорах отношения к Скобелеву. Вот абсолютно соглашусь с той концепцией, которая была высказана Олегом Рудольфовичем. Я бы чуть-чуть ее подбил для нашего разговора. Александр II имел дело с Скобелевым растущим военно-начальником, а Александр III имел дело с начинающим политиком. И уже с крупным, ну, относительно крупным, уже имеющим славу, всероссийскую славу и начальникам, и человеком, имеющим тенденцию к движению в сторону политическую, не имея на то сколько-нибудь серьезных оснований. Поэтому разные отношения. Что касается личных отношений императора, я тут должен сказать, что я, к сожалению, не обнаружил сколько-нибудь надежных источников на эту тему. Есть разные воспоминания, в том числе эмигрантские, но что стоят этого рода сведения, мы все хорошо знаем, поэтому не буду даже о них и упоминать. Что касается взглядов самого Михаила Сокобелева политических, вероятно, тут тоже надо видеть некую динамику, надо смотреть на этот процесс в определенном развитии. Я бы, наверное, оценил его взгляды такого юношеского возраста как достаточно сдержанно-монархический. Он был человеком эмоциональным. Это да, и он этого не скрывал, задира, дуэли, это все было в порядке вещей. Ухаживание за женщинами тоже, не будем забывать, он и эту сторону жизни не обходил своим вниманием. Однако, по мере взросления, по мере врастания в военные структуры, политические структуры, по мере общения с сильными мира сего, он стал спокойнее. И, наверное, в расцвете его военных успехов в годы болгарской войны русско-турецкой, он был вполне законопослушным и верноподданическим гражданином. Да, его не устраивало в значительной степени организация военного дела, но это не ставило под сомнение политические устои мира, которые были вокруг него. Можно ли говорить о том, что, как раз уже, видимо, в лице Александра Третьего династия стала опасаться славы Скобелева, его непредсказуемости, его взглядов национал-патриотических. Знаете, есть такая фраза, которая приписывается императору австрийскому, я не помню сейчас, какому именно, сегодня они стали патриотами за меня, завтра они станут патриотами против меня. В политическом смысле Скобелев по сравнению с императором никто. Ноль. Нет, ну почему? Император, он же должен учитывать, как, так сказать, правитель, скажем так, факторы, имеющие разные степени значимости, и очень значимые, сверхзначимые, и менее значимые. Скобелев был от него из таких факторов? Безусловно, нет. Не был? Безусловно. Он вообще не был факторов, с точки зрения, так сказать, внутренней политики? Для внутренней политики нет, никто. Никто. Вот существование Скобелева в армии, оно решалось вот таким розчерком. Вот он сегодня есть, а завтра он находится в отставке. Это значит, что миф Скобелева не был, так сказать, настолько прочным и массовым. Не то, что Скобелев, вот человек, которого обожала вся страна, Александр Васильевич Суворов. И тот, причем тогда не только вся страна, а что особенно важно, обожал узкий круг ограниченных людей, который мог императора в конечном итоге и сделал это, так сказать, просто мог императора зашибить. Да? И то, ничего это, от ничего от него это не спасло, Александр Васильевич, по отношению с империей. Ну, кстати, император был убит не из-за того, что Суворова отправил в ссылку. Абсолютно. Да? Знаете, мне кажется, не случайным еще одно обстоятельство, вот, готовясь к нашей встрече, я залез в материалы Государственного архива Российской Федерации, улыбается Олег Курдорович, правильно делает, и был очень удивлен. Я читал в историографии, что источников нету. Сейчас я имею в виду начало 90-х, начало 80-х годов, и вот эти его попытки начать политическую деятельность, его связи с поздними славянофилами, близкие связи, его высказывания зафиксированные, я не нашел в материалах царской полиции практически вообще ничего. Практически вообще ничего. Я бы хотел сказать, что я нашел один интересный, как мне представляется, документ, в котором было написано имя Скобелева. Это было отношение одного из чинов московского полицейского ведомства, обычной полиции МВД, к руководителю московского жандармского управления, и там речь шла о слухах. Документ датирован январем 83-го года, то есть через полгода по руководителю и там излагался целый ряд слухов, и начинались эти слухи со смерти генерала Скобелева, что вот в народе распространяются слухи о том, что злодейски убили генерала Скобелева, но самое интересное, впереди ставится запятая об убийстве государя-императора Александра Второго, ставится запятая о том же, что тоже, то есть смерть грозит наследнику нынешнему нынешнему государю Александру Третьему, а дальше я вообще был очень удивлен и смеялся долго, дальше было написано так, слухи о том, что король прусский, этого ничего уже давно нет в 83-м году, и император австрийский, австрийского императора тоже нет, он уже автро-лингенский император, пойдут на Россию войной. Ну, эти слухи были, в общем, достаточно обычными, а вот то, что начинался список указания о том, что убили Скобелева, мне показалось весьма характерным. Вот так и создаются мифы, как мне представляют. И одна из вещей, которых, как мне представляется, очень опасались и императоры, и генеральные секретари Компартии, это бонапартизм. Умные, харизматичные, военные лидеры, вы и начальники с политическими амбициями. У Скобелева вот этот бонапартизский потенциал очень ощутим, его тип и личности. Мы не знаем и уже вряд ли узнаем, имел ли он на этой почве какие-то далеко идущие политические намерения. Но, знаете, есть известная фраза Бисмарка «Меня не интересует ваше намерение, меня не интересуют ваши возможности». А возможности для того, чтобы сыграть какую-то политическую роль у Скобелева были. И они были связаны не просто с амбициями или характером, а с его заслуженной славой. Славой блестящего военного и честного патриота. Это все на сегодня. До встречи на канале «Культура». Редактор субтитров А.Семкин